весь народ занимается ладно и так что что в прошлый раз было бегом пробегаем я не буду даже на слайде и так прошлый раз мы рассмотрели что такое спонтанное нарушение симметрии квантовой теории поля который по сути дела есть просто фазовый переход квантовой теории поля сейчас самом конце мы посмотрим что это означает по температуре потом стали смотреть к чему приводит взаимодействие вот с полем спонтанно нарушающим симметрии показали что эсифербионы взаимодействуют с таким полем то они могут приобретать массу если калибровочное поле взаимодействует с полем спонтанно нарушающим симметрию то оно тоже может приобрести массу соответственно приобретение массы калибровочным полем называется за счет взаимодействия с полем спонтанно нарушающим симметрию называется эффектом Хиггса вот а одна единственная компонента отвечающая грубо говоря модулю в представлении модуль фаза остающаяся от поля спонтанно нарушающаяся спонтанно нарушающая симметрия называется бозоном Хиггса это бозон со спином 0 однокомпонентное поле вот значит ну а дальше стали смотреть уже более имеющие отношение к делу случаи когда вот мы нарушаем симметрию относительно группы СУ2 так и стали смотреть ну вот написали Лагранжан взаимодействие сначала Лагранжан взаимодействие с калибровочными полями поля спонтанно нарушающаяся симметрию группы СУ2 естественно взаимодействующего с полем Янга-Милса которая произникает из калибровочной группы СУ2 из локальных калибровочных преобразований группы СУ2 потом на самом деле несколько усложнили задачу с учетом того что у Лагранжана есть еще симметрия относительно группы У1 поэтому вот рассматриваем Лагранжан навязываем локальную калибровочную симметрию относительно группы СУ2 вот эта часть вот в преобразовании связана с преобразованием от группы СУ2 вот и дополнительно у нас есть локальная калибровочная симметрия относительно группы У1 просто движение на фазовую ноль вот в полном виде Лагранжан тогда имеет вид формулы 78 где кавариантная производная учитывает ну и вот взаимодействие с калибровочным полем связанным с группой СУ2 и с калибровочным полем связанным с группой О1 после этого провели линейное преобразование от 4 компонентов калибровочных полей перешли к новым 4 компонентам на экзамене может быть вопрос каким-то чудесным образом у нас вместо 4 полей образовалось 3 ну вот видите было 4 поля АМЮ1 АМЮ2 АМЮ3 и БМЮ образовалось 3 поля W Z как бы и А как это так сейчас можете сразу сказать какое поле W это комплекс на самом деле двухкомпонент все нормально поле W это два поля АМЮ3 ну все вот значит ну и если у нас потенциал W он спонтанно нарушает симметрию то тогда у нас значит грубо говоря от поля АМЮ три компоненты фактически не от поля а от поля ФИ которая на самом деле четырехкомпонентная величина это спино каждая компонент у которого комплекс 4 компонента поля ФИ но после спонтанного нарушения симметрии остается единственная компонента модуль РО на самом деле нижняя вещественная компонент остается так мы вакуум выбираем вот значит пропадение этих компонентов угловые компоненты которые должны были образовать безмассовые гиллстоуны они откалибровываются в переопределении вектор потенциала АМЮ значит на самом деле более аккуратно ну да вектор в в том что поле АМЮ становится уже не калибровочным а поле полем с массой вот значит и на самом деле оно становится ну как бы все три поля вот из триплета полей АМЮ они становятся массивными векторными полями бозонов со спином единичка у каждого из триплета этих полей у каждого три компонента того значит 4 компонента плюс 6 компонент изначальных изначальных полей вот спонтанно нарушающего симметрии и поля Янг-Милса вот у нас остается реально снова 10 компонент но только одна у поля Хиггса и 9 у поля Янг-Милса вот после линейного преобразования и спонтанного нарушения симметрии вот Лагранжан записан так вот где мы РО вообще говоря должны заменить на вакуумное среднее вот ну и легко видеть что тогда на самом деле массу приобретает W и Z поля а поле АМЮ массу не приобретает но получается вообще не взаимодействует с Хиггсовским полем вот оно не входит в квадратные скобки и по крайней мере с вакуумом среднем Хиггсовского поля ну никак не взаимодействует вот значит ну вот формула 85 исходя из формулы 84 учитывает ну просто коэффициенты стоящие при квадратах поля которые нам дают массу соответствующих полей ну и наконец формуле 86 выписан окончательно лагранжан выписаны все слагаемые не содержащие взаимодействия естественно все поля между собой еще дополнительно взаимодействуют можно было аккуратно выписать и дополнительно членов но они будут описывать взаимодействие между полями мы нас сейчас они не очень интересуют так ну и на самом деле еще рассматриваю взаимодействие калибровочного поля ну вот отбирая из тензора напряженности калибровочного поля амел все относящиеся взаимодействие поля фи с взаимодействием относящиеся к взаимодействию поля W мы видим что на самом деле вот в том числе есть и слагаемое ответственное взаимодействие поля W с полем амю ну и константа перед этим слагаемым как легко как легко понять это просто есть электрический заряд потому что W бозоны заряжены зарядом единичка ну и соответственно соответствующая константа G может на синус альфа это есть просто поле е а напомню тангенс угла альфа это отношение констант которые у нас F и G которые у нас входили ну просто как константы вот в это константы есть поле связанного с группой О1 и константа поля связанного с группой С2 вот так вот тангенс угла альфа это просто есть отношение соответствующих констант Здесь как раз для электронных связаны две группы симметрии А вот электронные мы сейчас будем с вами рассматривать Пока мы рассмотрели только взаимодействие поля спонтанно нарушающего симметрию с калибровочными полями А сейчас наша задача состоит в том, чтобы еще ввести, как с калибровочными полями взаимодействуют лептоны И как эти лептоны взаимодействуют с полем спонтанно нарушающим симметрию Итак, мы пока увидели, что за счет взаимодействия калибровочных полей с полем спонтанно нарушающим симметрию У нас масса возникает у калибровочных бозонов А наша задача сейчас рассмотреть еще взаимодействие с лептонами Причем мы, конечно, будем изначально рассматривать лептоны безмассовые И массу они у нас тоже приобретут за счет взаимодействия с полем спонтанно нарушающим симметрию Вот, давайте начнем со спинорных полей Лагранжан-Дирек выписан, пока выписан с массой Но если масса равняется нулю, то он приобретает Слагаемость с массой зачеркиваем, остается безмассовое слагаемое Безмассовые поля, тогда можно ввести разложение на правое и левое поле Сейчас мы увидим, что в данном случае это очень актуально Так, раскладываем на левое и правое поля Стандартным образом, тогда вся безмассовая часть лагранжана Лептонов превращается в формулу 92 Зачем нам безмассовое рассматривать? А массу у нас точно так же, как и калибровочное поле Массу все лептоны приобретут за счет взаимодействия с полями Хиггсов То есть у нас все изначально вообще безмассовое Все приобретет массу за счет взаимодействия с Хиггсовским полем Значит, как бы выводы космологические в конце Будем делать, сейчас просто убедимся, что все концы с концами в конце концов сойдутся Вот, давайте выпишем исходный лагранжан Такой, лептонов Ну, допустим, для первого поколения лептонов Итак, давайте смотреть Вот видите, здесь правое и левое поля фигурируют Для лептонов с массой То есть для электрона и позитрона Вот у вас есть и левое и правое поля Ну, вот есть и левое и правое поля Вот, поэтому оба слагаемых есть из формулы 92 А для безмассового фермиона Для нейтрина У вас на самом деле Есть только левое поле для нейтрина И есть правое поле для антинейтрина Значит, на самом деле частички поля есть только левое, по сути дела Значит, на самом деле Как бы у нас вот от слагаемого остается только вот этот слагаемый По сути дела И так остается одно единственное слагаемое Потому что есть только левое поля Для нейтрина Ну, вот мы записали лагранжан для первого поколения А вообще говоря, есть еще два поколения лептонов По идее, точно такие же лагранжаны надо было написать сюда Но чтобы не мучаться совсем бесконечными формулами Дальше эти слагаемые писать не будем Так, давайте смотреть, что будет получаться Вот, на самом деле Нам каким-то образом надо это Навязать, чтобы была симметрия дополнительного лагранжана Относительно группы СУ2 Дальше мы хотим, чтобы у нас соответствующие лептоны Слабо взаимодействовать между собой Поэтому нам необходимо навязать локальную калибровочную симметрию Относительно группы СУ2 Можно было бы пытаться ее навязывать, ну, грубо говоря На спиноры Вот у нас, на самом деле, поля электронов и нейтрино Они спинорные Но, на самом деле, давайте попробуем ее несколько на другое навязать Вот, итак, нам надо образовать спинор из полей Которую мы будем вращать А заметьте, у нас при слабом взаимодействии Вообще говоря, электроны переходят в нейтрино И наоборот Значит, надо как-то перемешать электроны и нейтрино И на самом деле спинор надо образовать из каких-то полей электронных и нейтрино Ну, чтобы группа СУ2 перемешивалась Вот, на самом деле, мы должны перемешивать лишь поля с одинаковыми трансформационными свойствами Потому что, если вы попытаетесь, допустим, в один спинор объединить поле правое и левое какое-нибудь Вот, то тогда при вращении в пространство Менковского А мы же должны писать логранжан, который был бы инвариантен относительно преобразования Лоренса Значит, инвариантен относительно вращения в пространстве Менковского Вот, поэтому нам Вот, если вы образуете поле из правого и левого поля Они по-разному преобразуются относительно вращения в пространстве Менковского И вы такой спинор повернете, да? Ну, за счет группы СУ2 Вот, и А у вас разные компоненты по-разному будут преобразовываться при вращении в пространстве Менковского И вы просто не измыслите такую комбинацию двух таких спиноров Чтоб она у вас была инвариантна относительно преобразования Лоренса Ну, то есть, наверное, может и можно такое измыслить Но как-то это очень сложно Если другой синтетик Да, какую-то хитрую, где будет смесь, как бы, смесь и лоренцевских преобразований И, как бы, и преобразований группы СУ2 Поэтому, ну, как бы, желательно что-нибудь попроще придумать Поэтому давайте сделаем попроще Давайте в спинор объединим левые поля Они тогда относительно преобразования Лоренса одинаково будут преобразовываться Ну, и нам можно скалярное произведение из таких штук составить Чтоб они в сумме были скаляром в пространстве Менковского Вот, ну, это без проблем Потому что вы вот такое домножаете на комплексно-сопряженную строку такую же И у вас автоматически получается скаляр в пространстве Менковского Надо комплексно-сопряжение вводить? Да, конечно Значит, то есть, без проблем составить скаляр в пространстве Менковского Вот и объединим левые поля в, как бы, то есть, нейтринные и электронные Объединим в спинор, да? Вот А, как бы, и у нас останется ничем не перемешанное поле правое электронное Да? Вот Осталась одна компонентность, с ней ничего не сделать Поэтому единственная возможность, ну, оставить его просто как поле С одной компонентой для, относительно группы СУ-2 В этом смысле, вот этот вот набор полей Он будет, он будет отвечать, ну, грубо говоря, изоспин Это не спин там электронный Это некоторые, ну, там, так сказать Именно изоспин вот связаны с группой СУ-2 Значит Итак, как бы, естественно, так как это спинор То тогда верхняя компонента соответствует проекции этого изоспина Плюс одна-вторая Ну, а нижняя компонента соответствует проекции То есть, как бы, левое электронное поле соответствует проекции третьей Вот На ось Комантования изоспина минус одна-вторая Да? Вот А правое поле, естественно, у нас является в этом смысле Ну Изоскаляром Вот Значит, соответственно, оно соответствует изоспину 0 Вот Ну, и у него, естественно, проекция единственная 0 Так Вот Ну, и тогда, если мы вот введем вот такое обозначение Вот такой спинок обозначен кси То есть, такой столбец обозначен кси-э Вот Ну, а кси-э обозначим единственную компоненту поля-э То тогда лагранжан вот этот можно переписать вот в таком вот виде Так Где кси-эр это просто одна компонента, да А кси-эль это вот такой столбец Но а кси-эль дираковский сопряженный Это строка с комплексно сопряженным полями Там же приложение еще на гамма-матрицы Ну, да, нет Как бы это естественно Но матрица гамма Вот Важно понимать, что матрица гамма Она будет действовать на каждой из этих На каждой из этих биспиноров Напомню, что каждое вот это поле является биспинором Это вы правильно заметили Про матрицу гамма То есть оно не действует вот на этот спинор никак То есть мы плавно пока то укрыли А там периодически у нас будет возникать Вот это дело Вот Итак Давайте смотреть Просто запишем преобразование группы СУ-2 Ну вот Преобразование группы СУ-2 Оно естественно действует только вот 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 На этот столбец То есть Как-то его компоненты перемешивают между собой Вот оно преобразование На кси-эль оно естественно никак не действует Одна компонента ее не повращает Значит соответственно Вот все три поля преобразуется вот так Вот как бы левые компоненты между собой как-то перемешивают преобразование группы СУ-2 Правую компоненту оно вообще никак не затрагивает Между собой правая и левая компоненты не перемешиваются Еще раз говорю Их сложно заставить перемешиваться Потому что сразу возникнут проблемы с ловенцевским преобразованием Здесь матрица 3 на 3 должна быть Ну на самом деле это очень условно записано Дальше мы по большей части будем рассматривать Как бы Левый Спинор отдельная штука Правый Правый Скаляр Изоскаляр это отдельная штука Вот давайте Зададимся вопросом Можно ли как-нибудь вот Вот чисто формально Из того вот Что мы ввели третью компоненту из-за спина Написать что-нибудь насчет электрического заряда Вот Без проблем можем написать как бы формулу 99 Они ниоткуда не выведены Это просто констатация факта Давайте смотреть Вот Вот смотрите Так как бы Смотрим на Левую компоненту Смотрим на нейтрино На нейтриное поле У него проекции из-за спина Плюс 1 вторая Значит Заряд электрический у него 0 Смотрим на формулу О Правильно 1 вторая Минус 1 вторая Значит Для левых полей Смотрим У него заряд естественно Минус 1 Проекция из-за спина Минус 1 вторая Минус 1 вторая Минус 1 вторая Минус 1 Нормально все Так Смотрим для правого У него Значит Для правого поля У него проекции из-за спина 0 Да Значит Минус 1 Будет Минус 1 Заряд Правильно Значит Как бы Не пытайтесь понять Откуда Откуда формулы написаны Они просто Факт конститурует Больше ничего Так Вот Значит Итак Посмотрим Соответственно Если сделаем Эту симметрию Локальной Вот Будем считать Что угол поворотов Зависит Произвольным образом От координат В пространстве Минковского То возникнут Соответствующие Калибровочные поля Да Связанные с группой СУ2 Да И у нас Наш 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 спинор С ними Будет взаимодействовать Да Вот Как В части Которые Относятся К левым полям Возникнет Кавариантная Производная Да Вот Значит Итак Как бы На самом деле Естественно Точно так же Вот как мы Рассматривали Когда у нас Поле Хиггса Взаимодействовало С калибровочным полем Вот Когда мы написали Лагранжан Оказалось Что есть еще Дополнительная Симметрия Относительно Группы У1 Здесь Ситуация Абсолютно Точно такая же На самом деле Вот если вы Посмотрите На Лагранжан У него есть Дополнительная Симметрия Относительно Группы У1 Вы можете Как бы Домножить На Произвольный Фазовый Множитель Поле Ксиер Этот Фазовый Множитель Вот этим Демокомпенсируется И выпадет Из Лагранжан Соответственно Точно так же Вы можете Вы можете Ну то есть Это изначально Глобальная Такая Асимметрия Вы можете Домножить На произвольный Фазовый Множитель Кси Аль При этом Безусловно Подразумевается Что фазовый Множитель Одинаковый Для обоих Компонентов Аль Поле То есть Ну просто Все Ксиер Домножайте На фазовом Множитель Причем Обратите Внимание Вот Ксиер Вы можете Домножить На один Фазовый Множитель А Ксиер Можете Домножить На другой Фазовый Множитель Вообще Говоря Они могут Быть Разными Правда? Мы сказали Нет Для Ксиер Одинаковый Для обоих Компонентов А для Ксиер Могут Быть Другие Вот Смотрите Как бы У вас Вот Это Отдельное Слагаемое В нем Компенсируется Домножение На фазовый Множитель В этом Слагаемое Компенсируется На любой Другой Фазовый Множитель Домножение А сейчас Мы увидим То есть Смысл Простой Вот Поле У1 Оно Всегда Связано С Сохранением Заряда Некого Аддитивного Ну Чаще всего Электрического Хотя Точно так же Можно Связать Сохранением Варионного Заряда Сейчас мы Увидим Ну На самом Деле Уже Из Как бы Из Предыдущего Рассмотрения Когда у нас С полем С полем Хиггс Или Поля Заряда Действия Уже Было Видно Что Поле Связанное Симметрией О1 Оно Было Не совсем Электрическим Полем Мы же Там Линейное Преобразование Провели У нас Было Три Компонента Поля Омю И было Поле Бмю Бмю В чистом Виде Поле Связанное С Группой О1 Так Оказалось Что Окончательное Поле Электрическое Это Некоторая Смесь Третьей Компоненты Поля Омю И Поля Бмю То есть В этом Смысле Уже Было Ясно Что Поле Бмю Это Не Есть В чистом Виде Электрическое Поле И Значит Не Все Что Связано В чистом Виде С Преобразованием Группы О1 Это Есть Электрический Заряд Поэтому На самом деле Сейчас Почти Могонаверно Мы Введем С вами Группа Говоря Такой Изо Изо Заряд Аддитивный Или Еще Его Называют Слабым Гиперзарядом Вот Этот Слабый Гиперзаряд Некий Аддитивный Заряд В Некотором Смысле Аналогичный С Привычным Нам Электрическим Зарядом Вот Он Это То Что Взаимодействует С Полем Бмю Фундаментально Он Сохраняется Вот Как И Вот Этот Заряд Он Действительно В чистом Виде Связан С преобразованием Группы О1 А вот Электрический Заряд Как бы Не совсем С ним Связан Ну То есть Как бы Между ними Есть Как бы Связь Но Туда Примешивается Безусловно Третья Компонента Изо Спина То То есть Фундаментальным На начальном Уровне Является Изо Спин И Слабый Гиперзаряд А Как бы В тех полях Которые мы Получим В конце Ну Сказать То Что Мы Наблюдаем На Эксперименте Вот Там Для нас Важной Характеристикой Будет Являться Электрический Заряд Который Мы Видим На Эксперименте А Фундаментальный Заряд Который Связан В чистом Виде С Группой Это Слабый Гиперзаряд Вот Давайте Путь Наметим Пока Четко Видно Что В калибровочное Поле Связанное С Группой Су2 У нас Безусловно Фотон Не входит Потому Что У нас Одинаково С калибровочным Полем Связанным С Преобразованием Будет Одинаковым Образом Взаимодействовать Нейтрино И Электроны Левые Вот Естественно С электроны Они по Разному Да Вот Значит Как бы Вот Введем Преобразование Группы У1 Значит Вы Вот Можете На некоторый Фазовый Множитель Домножить Поле Правое И На самом Деле Вы можете На другой Множитель Домножить Левое Поле Вот Видите Вот На один Фазовый Множитель Вы Домножили Правое Поле На другой Фазовый Множитель Домножили Левое Поле А другой Фазовый Множитель Почему Да По той Простой Причине Что Вообще Говоря Вот Заряд Связанный Слабый Гиперзаряд Связанный Вот С группой У1 С Законом Сохранения Возникающей Симметрии Относительно Группы У1 Он Вообще Говоря Для левых полей И для правых полей Может быть Разным Ничего не значит По нему просто Альфу не написали Ну то есть Она здесь просто Нет Ну вот Вот формально Есть такая симметрия Мы можем Один Домножить на Один Фазовый Множитель Другой Домножить на Другой Фазовый Множитель Можем Можем Вот Как бы Ясно Что Ну вот На самом деле Мы всегда Чаще всего Вводили Константу Связи То есть Электрический Заряд Допустим Вводили Как раз Вот в это Преобразование Это коэффициент Преобразования То есть Аддитивный Заряд Недаром Называют Удобно Вводить Константу Связи То есть Величину Заряда Удобно Вводить Величину Преобразования То есть Если Допустим У вас Электрический Заряд У частиц Е То у вас Поворот Осуществляется На фазовом Множителе Пропорционально Е А если У вас В два раза Больше Заряд То у вас Будет В два раза Больше Величина Будет Стоять В Фазе И На самом деле Фазы У нас Просто Складываются Суммарно Из Всех Фаз Стоящих В Части Лагранжана И должны Между собой Сокращаться Тогда У вас Вот Его Аддитивным Называют Потому что Фазы Просто Складываются Ну и В этом Смысле Заряды Просто Складываются Стоящие В этих Фазах Понятно Да Вот Значит Давайте Тогда Введем Вот Некоторый Гиперзаряд Вот Обозначим Его Вот так Вот Значит Дубль В Значит Который Ну просто Определяет Вот Коэффициент Перед Бета Который Здесь Стоит Вот Значит Вот Вайнберг Было Предложено Соотношение Между Электрическим Зарядом Слабым Гиперзарядом И Третьей Компонентой И Третьей Компонентой Ну то есть Проекции Изоспин Так На самом деле Ну вот видите Формула 102 Вы можете Сказать Откуда Взяли Да еще Одна Вторая Ну Одна Вторая Это чисто Формальная Штука Могли Не брать Одну Вторую Просто Тогда Бы Заряды Получились Соответственно Соответственно Они бы Получились Больше Чтоб Что-то Входило С зарядом Единичка Удобнее Было Взять Коэффициент Одна Вторая А то Что такое Линейное Соотношение Это на самом Деле Вот видно Вот отсюда О Видите Мы только Что с вами Формулу Писали О Смотрим На нее Обе Обе Формулы 99 Вот теперь На них Можно Как на Формулы Смотреть Значит Они Как бы Да Легко Вкладываются В формулу 102 Правильно Да Вот как бы Ну если И сравнить С формулами 102 То тогда Видно Что слабый Гиперзаряд Для Л полей Это есть Минус Единичка Вместе Одновременно Минус Единичка На На 2 Как раз Будет Минус 1 2 Вот А слабый Гиперзаряд Правых Полей Это Минус 2 Ну То есть Вот Чтоб Они Получились Не Как бы Не 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 дробные Вот Не одна Вторая Допустим Вот Вводится Вводится Здесь Дволь Могли Ввести Любой Другой Коэффициент Соответственно Гиперзаряды Чисто Формально Они Другой Величины Получились Но Главное Соотношение Между Ними Один В два Раза Больше Другого Могли Здесь Минус Ввести Тогда Вот Эти Отрицательные Получились На 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 Чем Вот Так Значит И так По сути дела Это просто Означает Что Вот Буквочку Н Которая Совсем Не 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 Обязательно Целая Не Очень Удачное Обозначение Она У нас Есть Просто Одна Вторая То Есть Вот Видите Заряд Для Левых Полей В два Раза Меньше Чем Заряд Для Правых Полей Значит Ну Фаза Для Левых Полей Будет В два Раза Меньше Чем Для Правых Полей Заметьте Что Могли Здесь Домножить Фазу На Десять Здесь Домножить На Десять От Этого Ничего Не Изменилось Потому Что Бет Это Просто Произвольное Маленькое Число Важно Что Одинаковые Все Бет Все Вот Так Значит Преобразование Вот Окончательно Принимает Вот Такой Вот Ну И У Нас Вообще Говоря Наш Лагранжан Изначально Ну Далеко До Немного Как Листать Вот Этот Изначально Лагранжан Он Вообще Глобальный Инвариатин Относительно Ну Прямого Произведения Групп СУ2 На Групп Один Инвариатин Вот Относительно Преобразования И Такого И Вот Такого Преобразования Да И Мы Совместно Можем И То и Другое Преобразование Применять Вот Ну А Теперь Потребуем Симметрию Локальную Калибровочную Относительно Относительно Вот Такой Вот Групп Значит Естественно У нас Тогда Производные Ковариантные Возникнут Вот Значит Ковариантные Производные Которые Будут Ну Содержать Калибровочные Поля Вот А На самом деле Абсолютно Точно такие же Как мы Уже С вами Вели Будет Триплет Полей Полей Связанных Группой СУ2 И Будет Изосинглет То есть Как бы Одно Поле Связанное С группой О1 Значит Все Эти поля Вещественные Поле Поле Амю И поле Бмю Значит Для них Совершенно Очевидно Гиперзаряд Просто Равен Ноль Незаряженное В том числе И гиперзарядом Так как Вещественное Комплексно Сопряженное Совпадает С самим Полем Все Вот Они Электрическим Зарядом У нас Не были Заряжены Вещественные Давайте Рассмотрим Значит Как бы Итак Поля Ксер И Ксер У нас Взаимодействуют С калибровочными Полями И вообще Говоря Нам надо Рассмотреть И взаимодействие С Х Полем Вот Давайте Сначала Рассмотрим Взаимодействие С Х Полем А потом Напишем Взаимодействие С калибровочными Полями Вот Значит Рассматриваем Взаимодействие С Хиггсовским Полем По сути дела Единственный Единственный Лагранжан Взаимодействие Которое Мы можем Записать Мы можем Записать Его Вот Только Вот В таком Вот Виде Формулы 105 Ну Во-первых У нас Здесь Ну Автоматически Фигурирует Кси Дирковский Сопряженное На Ну или разбивая На левое Правое Поля Вы получите Вот Соответственно Две Такие Комбинации Которые Единственные Отличные От нуля Вот А теперь Еще нам Надо записать Что эти Комбинации Взаимодействуют С полем Фи А еще Нам дополнительно Нужно Добиться Чтоб у нас Это Домножение На произвольный Фазовый Множитель Не изменяло Л-мем Поэтому Здесь Фи И Фи Комплексно Сопряженное Где Фи Вообще Говоря Это Вот У нас Изоспинор Вот такого Вид Напомню Фи У нас Должно Как мы Рассмотрели В предыдущем Параграфе Тоже Взаимодействовать С полем Янга-Милса То есть Его Необходимо Иметь Возможность Вкрутить За счет Группы Су-2 Поэтому У нас Поле Фи Хиксовское Изначально До спонтанного Нарушения Симметрии Было Спинором Каждый Из компонентов Которого Была Комплексно Вот 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 это Еще раз Записано В формуле 106 А Изоспинор Это чем Отличается Ну Он такой же Изоспинор Как Мы Из левых полей Лептон Образовали Из левых полей Лептонов Образовали У нас Просто Там У нас Как бы В компонентах Две компоненты Они были Кроме того Что комплексные Величины Они еще Были Биспинорами А здесь Каждый Компонент Есть Просто Комплексная Величина Вот Но Но Скаляр В этом Смысле Вот Все Вот При этом Обратите Внимание Вот здесь Недаром Поставлен Плюсик И ноль Это Никакого Отношения К Комплексного Сопряжения Не имеет Вот А имеет Отношение К Электрическому Заряду Вот Смотрите Как бы Первое Что можно Сказать Величина Изо Спина Для Поля Фи Ну Одна Вторая Две Компоненты Точно Так же Как Для Спинора Из Левых Полей Составленного Лептонов Вот У нас Изо Спин Одна Вторая Просто Для верхней Компонента Третья Проекция Этого Изо Спина Соответственно Плюс Одна Вторая Для нижней Компонента Минус Одна Вторая Да Итак Это очевидно Просто Исходя Из того Что Это Спинор Значит Изо Спин Одна Вторая Вот Гиперзаряд У соответствующего Поля Фи Плюс Единичка Вот Задача На экзамен Вам Я почти Ну Всегда Задаю Вопрос Откуда Это Делаю Взяли Вопрос На самом деле Взяли Вот Из этого Гранжа И Вот Ваша Задача Дома Перед Экзаменом Подумать Откуда Из Гранжа На 105 Видно Что Слабый Гиперзаряд Единичка Значит Соответственно Если Слабый Гиперзаряд Единичка Вот У верхнего У верхнего Этого Проекции Изо Спина Плюс Одна Вторая Возвращаемся К формуле Для электрического Заряда Подставляем Гиперзаряд Единичка Плюс Одна Вторая Получается Подставляем Проекцию Изо Спина Плюс Одна Вторая Получаем Заряд Плюс Единица Для Нижней Компоненты Как бы Точно так же Слабый Гиперзаряд Единичка Значит Здесь Плюс Одна Вторая Как была Так и осталась А вот Проекции Проекции Изо Спина У нас Стало Минус Одна Вторая Заряд Ноль Вот Вот Как бы Это Это И Показывают Индексы Которые Здесь Итак Поле Фи Заряжено Электрическим Уже Зарядом Плюс Один А Нижнее Поле Заряжено Электрическим Зарядом Ноль Хотя Оно И является Комплексом У вас И комплексное Поле В принципе Может быть Заряжено Зарядом Ноль Все Вот А вот Вещественных Поле Оно По определению С зарядом Ноль Ну То есть У вас Случайное Вырождение Может быть У вас Поле Может быть Комплексом Но С зарядом Ноль Ничего В этом Страшного Нет Итак Окончательно Поле Фи Вот Имеет Вот Такой Ответ 4К Понятно Так Как Уже Ясно Что Мы Когда Рассматривали Взаимодействие Наших Калибровочных Полей Вот Именно С таким Полем Хиггса В виде Спинора Да Вот То Вакуум Мы Отбирали Так Что Оставалось Что Оставалось Только Нижнее Вещественное Компонент То есть Оставалось Только Компонент Это Фи1 Из этих Четырех Полей По сути Дело Фи1 Мы Называли Вакуумом Среднем Поэтому Значит Дальше Вот Как бы После Спонтанного Нарушения Симметрии Грубо говоря С трех Компонентов У нас По сути Дело Компонент Фи1 Оставится Сейчас Мы Это Увидим Напряму Вот Значит Ковариантное Производное Описывающее Взаимодействиях Хиггсовского Поля С калибровочными Полями Мы ее Уже Писали Вот Она Имеет Вот Такой Вот Вид Формула 109 Мы ее С вами В предыдущем Параграфе Уже Писали Вот Сейчас На самом Деле К константе Элф Мы еще Дополнительно Будем Приписывать Приписывать Гиперзаряд Ну Потому Что Естественно Взаимодействие С калибровочным Полем С Б Мю Ему Ставится В соответствии Закон Сохранения Гиперзаряда Естественно Удобно В константу Связи Ввести Дополнительно Гиперзаряд Ну Чтоб Воздействие Поля Б Мю Было Пропорционально Гиперзаряда Вот Но С учетом Того Что Для полей Хиггса Гиперзаряд То равен Единичке Плюс Единичке Вот Здесь Ничего И не пишут Пока Ну Можно Было Ввести Здесь Величину Гиперзаряда Вот Но Он На самом Деле Так Ковариантная Производность Сохранила Прежний Вид Именно Поэтому Так Был Выбран Знак Для Гиперзаряда Вот Вот Здесь Было Выбрано Плюс Плюс Вай Пополам Да А не Минус Вай Пополам Чтобы Для полей Хиггса Как бы Иметь Заряд Гиперзаряд Плюс Единица И Формулы Никак Не Изменяли Из То Как Общий Гиперзаряд От Того Что Мы Писали До Того Как Вообще Вели Гиперзаряд Вот Давайте Рассмотрим Всю Часть Лагранжана Содержащего Поле Фи Вот Смотрите Поле Фи Это Поле Которое У нас Будет Спонтанно Нарушать Симметрию Оно У нас Взаимодействует С Калибровочными Полями Это Учтено Вот В Ковариантной Производной Потому Что Поля Калибровочные По сути Дела Взаимодействие С ними Описывается Ну Просто Ковариантными Производными Плюс У нас Это Поле Фи Находится В Некотором В Некотором Потенциале Вот Потенциал Который У нас Заставляет Поле Спонтанно Нарушать Симметрию Вот Он Еще раз Выписан Где Естественно В условиях Когда Поле У нас Будет Спонтанно Нарушать Симметрию Ме В квадрате У нас Будет Отрицательная Величина Ме В квадрате У нас Будет Меньше Уля То есть Это В А еще У нас Поле Фи Взаимодействует С Лептонами Опять Таким Мы Уже Эту Часть Часть Лагранжана Которая Содержит Поле Фи Значит Давайте Теперь Теперь Вспомним Поле Фи У нас Вот Давайте Вот Здесь Поле Фи У нас Это Вот Такая Вот Такой Столбец Поле Кси Э У нас Вот Здесь Это Такой Же Столбец Но Только Нейтрино Электрон Левые Поля Итак Вот Здесь Смотрите Здесь Поле Фи Поле Фи Это Грубо Говоря Строка Комплексно Сопряженных Компонентов Соответствующих Вот Поле Кси Э Это Столбец Они Между собой Перемножаются Вот Здесь Смотрим Поле Фи Это Столбец Вот Такой А Поле Кси Эль Дираковски Сопряженные Это Строка Из Как бы Ню Эль Дираковски Сопряженные Е Эль Дираковски Сопряженные Понятно И Как бы Ну То есть Вот Эта Вот Вот Эта Строка Перемножается С Этим Столбцом Если Мы Распишем По Компонентам Без проблем Расписываем По Компонентам С Учетом Того Что Вот Это Вот Столбец Вот Это Строка И Наоборот Вот Это Вот Как Вот Это Вот Столбец Вот Эта Строка Понятно Да Ну Здесь Есть Процессовые Ну Как Нет Но Они Между Собой Как Два Двух Компонентных Вектора Перемножаются Понятно Да Все Вот Как Вот Это Уже Записано Через Компоненты Через Компоненты Кси И Компоненты Фи Вот Вот Выписано Только Вот Здесь Комплексное Сопряжение Не Поставлен Отпечатка Ну Как Понятно Вот Значит Ну а Фи Со Звездочкой На Фи Входящие Сюда Вот Оно По Компонентной Имеет Вот Такой Вот Афиминус У нас Откуда Взялось Вот Оно Фиминус Это Когда Вы Комплексное Сопряжение Бе Соответственно Комплексно Сопряженное Поле Будет Отвечать Другому Заряду Электрическому То есть Фи Плюс Превратится В Фи Минус С зарядом Минус Один Так Так Фи С Звездочкой На Фи Расписываем По Компоненту Ну По Компоненту Расписывается Так Ну А теперь Спонтанное Нарушение Симметрии Надо Организовать Для Поля Фи Вот Требуем Чтоб Мю В квадрате Было Отрицательно Выбираем То же Самое Вакуумное Состояние Которое Мы Выбирали Вот Именно Фи Со звездочкой На Фи Это у нас Ну Это в квадрате Которое Есть Минус Мю В квадрате На Лямбда Мю В квадрате Отрицательно Вот Это Положительная Величина Вот И Выбираем Вакуум Так Чтоб У нас Осталось От поля Фи Только Нижнее Вещественное Компонент Остается Только Нижнее Вещественное Компонент Итак Как бы У нас Вакуумное Среднее От Фи Один Это Это А все Остальные Компоненты У нас Вакуумное Среднее Ноль Ну Именно Так Перед Этим Выбирали И Выбирали Вакуум Да Вот То есть Смысл Простой Вакуумное Среднее От Поля Фи Это Вот Эту Формулу Уже Писали Вот Теперь Давайте Берем Вот Такое Поле Фи Вот В таком Виде Вот Как бы Можем Подставить Можем Подставить Вот Сюда Можем А Кси Эль Это Соответственно Либо Строка Не Эль Либо Либо Столбец Не Эль Е А Поле Фи У нас Вот Либо Либо Берете Просто Что У вас Остается Только Фи Ноль Фи Плюс Просто Оказывается Равным Нулю Как бы Вакуумное Среднее От него Ноль А от Фи Ноль Вообще Говоря Остает Как бы Оно Становится Вещественным Только Вещественный Компонент От Фи Ноля Остается Значит Как бы На самом Деле Подставляете Это Дело Вот Сюда Вот Ну Либо Вот Это Подставляете Сюда Вместо Фи Либо Как бы Смотрите Вот На По Компонент На Представление Зануляйте Вот Зануляйте Все Содержащее Фи Плюс Фи Минус А от Фи Ноль Оставляйте Только Это На Корень Из Два Да Вот Причем Безусловно Имеется Ввиду Ну Вот Значит Так Тогда Вы Мгновенно Получаете Следующее Виде Итак Как бы По крайней мере В вакуумном Состоянии У вас С полем Хиггса Взаимодействует Обратите Внимание Только Только Электрон Вклад Нейтрина Полностью Выпал Значит Соответственно Смысл Простой Вот Вы Уже Здесь Заменили Поле Фи И его Вакуумным Средним Это Означает Что Вот Здесь Вот Эта Часть Лагранжана Это Уже На самом Деле Не Лагранжан Взаимодействие А Лагранжан Не Взаимодействующих Не Взаимодействующих Фирмионных Полей Вот Где Естественно Константа А Которую Мы Ввели Пока Просто Константа Не знаем Ее Величины Вот Как бы Домноженное На Вакуумное Среднее От Хиггсовского Поля Это Есть Ничто Иное Как Масса Которую Приобрели У нас Электроны А Нейтрино У нас Массу Не Приобрела Значит Тут Выбор Вакуума Вам Обеспечил Что У вас Электроны Массу Приобрели А Нейтрино Массу Не Приобрела Это Масса Электроны Взаимодействуют Друг с другом Или Все-таки С полем Они Взаимодействуют С Хиггсовским Полем Вот Хиггсовское Поле С очевидностью Оно Довольно Таким Массивное Вот У него Есть Вакуумное Среднее Отличное От нуля Это Правда Вот На самом Деле В изначальном Лагранжане Здесь Естественно Бо Получилась Часть От поля Фи Грубо говоря Нижняя Компонента Фи Оно От поля Фи Она изначально Была Комплексная Вообще Говоря Она Даже И После Спонтанного Нарушения Симметрии Все-таки Есть Вакуумное Среднее Но Но Мы Здесь Отчасти Не Взаимодействующие Оставляем Здесь Только Вакуумное Среднее Имея Ввиду Что Мы Не Рассматриваем Процессы Возбуждения Для Хиггсовского Поля То есть Не Рассматриваем Процессы Достаточно Анаргетические Когда У вас Хиггсовское Врождаются Частицы Хиггсовского Поля Напомню Сейчас Известно Что Величина Масса Бозона Хиггса Она 125 г Величину Вакуумного Среднего Для Хиггсовского Поля Мы Сейчас С вами Скоро Оценим Она Примерно Такая Ну То есть До Как бы До Любых Процессов Порядка 125 г Вы По-честному Можете Заменять Поле Фи Вот На его Вакуумное Среднее Ну Как Мы Перед Этим С вами Делаем И На самом Деле Масса Вот Электронов Это Есть Ну Легко Понять Что Это Не Взаимодействующая Часть Лагражена Нами Отобранная Ну А Коэффициент Перед Квадратичным Слагаемым Для Электронных Полей Он Просто Будет Как раз Таким Масса Электронов Масса Электронов Вот Важно Что Здесь Не осталось Нейтрин То Есть Выбор Нашего Вакуума Вот Конкретный Отбор Вакуумного Состояния Нам Привел Что У нас Привел К тому Что У нас Нейтрином Массу Не Приобрели А Электронную Массу Приобрели Прекрасно Вот Запомним Итак Константа Взаимодействие Наших Лептонов С Хиггсовским Полем Домножить На Вакуумное Среднее Для Хиггсовского Поля Запомним Эту форму Ну а Теперь Еще часть Лагринжана Надо Рассмотреть Это Где Как бы Где у нас Лептонов Взаимодействует С Калибровочными Полями Польшой Лагринжан По частям Рассматриваем Все В целом Как бы Очень уж Он громоздкий Бы выше Вот Значит Взаимодействие Естественно Описывается Переходом К ковариантной Производной Демю Который У нас Перед этим Фигурировал Оно Заменяется На ковариантную Производную Вот она Ковариантная Производная Выписана Она До некоторой Степени Вот Такая Как для Взаимодействия С полем Хиггса Вот Только Мы здесь Гиперзаряд Написали Но Здесь равен Единице Поэтому Его можно И не Написать Так Давайте Смотреть Вот Итак Такая Жека Вариантная Производная Вот Просто Теперь Надо Учесть Что У нас Часть Полей Вот С Которые Могут быть Либо Левые Либо Правые Поля Но Левые Поля У нас Допустим Взаимодействует Преобразуется Под действием Группы СУ2 А правое Поле Оно Чего Оно Из 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 Скаля Однокомпонентное Поле Оно Естественно Под действием Группы СУ2 Не Преобразуется Итак Значит Давайте Смотреть Вот Гиперзаряд Для Гиперзаряд Для Левых И правых Полей Мы написали Он Разный Для Левых Полей Он Минус Единичка Для Правых Полей Он Минус Двойка Сюда Надо Подставлять Учесть Что Разные Гиперзаряды И Соответственно Разные Будет Разные Фазовые Множители В два раза Отличающиеся Фазовые Множители Вот Это Учитывается Введением Сюда Гиперзаряд Теперь Смотрим Относительно Группы СУ2 Вот Мы Здесь Общее Слагаемое Вкоре Отно Производное Написали Но Важно Понимать Что В В случае Левых Полей У нас Естественно Левое Поле Левое Поле Объединены В спинор Вот Поэтому Да Вот Тот Генератор Группы СУ2 Он Будет Просто Матрицей Паули Поделить Пополам Вектор Состоронний С трех Матриц Паули Да Вот А в случае Правых Полей У нас Соответствующий Генератор Просто Равен Нулю И у нас Вообще Нет Нет Вот Этого Слагайновка Вариантная Производная Для Правых Полей Ну И Окончательно Вот Лагранжан Описывающий Взаимодействие Лептонов С калибровочными Полями Вот То есть Все Что раньше Содержало Просто Производную Демю Вот То есть Часть Лагранжана Без Массовых Лептонов Которые У нас Как бы Изначально Изначально Была Она Преобразуется Вот В такую Штуковь Вот Формула 119 Итак Для правых Полей Ковариантная Производная Вот так Выглядит Вот Видите Как бы Йод Мы Йод Вай Мы Заменили На На Минус На Минус 2 Да Вот А Здесь Вай Мы Заменили На Минус 1 Здесь Есть Как бы Все Что Связано С Гум ПСУ2 А здесь Ее Все Понятно Да Вот Ну а теперь Надо Вспомнить Что Мы Еще От Полей А Мю Треплята Полей А Мю И Поле Б Мю Перешли К Сделали Линейное Преобразование Уже К Физическим Полям К В К З И А Мю Отвечающие Дальнейшим Электрическим Полям Давайте Здесь Точно Так Сделаем Такое Линейное Преобразование И Оставим Лагранжаны Которые Отвечают Ну Выпишем Лагранжаны Отвечающие Взаимодействию Наших Лептонов С полем Дубль В Выпишем Все Слагаемые Лагранжаны Отвечающие Взаимодействию С Полем З И Выпишем Часть Лагранжана Отвечающие Взаимодействию С полем Амю Уже Полем Электрическим Давайте Итак Как бы Выписываем Все Вот в этом Лагранжане Содержащие Поле Компоненты Поля Амю1 И поля Амю2 Из которых Мы образовали За счет Их Линейной Комбинации Поля Дубль Ма Комплекс Вот Все Содержащие Поле Амю1 Амю2 Напомню Здесь Матрицы Паули Как бы Это Вот здесь Три Матрицы Паули Матрицы Матрицы 2 на 2 Они Как бы Эти матрицы 2 на 2 Действуют Вот на эти Столбцы Кси Кси Эль Кси Эль Это Столбец Ню Е Левые Поля Вот Эта Матрица Тау Поворачивает Поворачивает Преобразует Вот этот Как бы Вот этот Столбец Дубль Компонент Понятно Да Ну Вот Группа Су2 Она Вращает Спинор То есть Преобразует Спинор Вот Кси Эль Это Спинор Образован Из Ню Е Как бы Из Очень далеко Назад Это Из левых полей Лептона Вот Вот И так Как бы То есть На экзамене Естественно Может быть Может быть Вопрос Как бы Странный Ну То есть Вот Пример Вопросов На экзамене Как бы Лагранжан 119 Стандартный Вопрос На экзамене Это Как это Так Как бы Здесь Стоит Произведение Матриц Тау Которая Есть Матрица 2 на 2 И Матрица Гамма Мю Которая Есть Матрица 4 на 4 Это Что за Зверь Такое Произведение Матрица 2 на 2 Но Матрица 4 на 4 Ответ На этот Вопрос Как бы Он Простой Вы Должны Сказать На что Действует Матрица Тау А на что Действует Матрица Гамма Мю Матрица Тау Вращает Ну И Преобразует Спино Из двух Компонентов Но Как бы Но Каждая Компонент Этого Спинора Поле Поле Ню Е То есть Нейтринное Поле И Левое Поле Электрона Они Сами По себе Являются Беспинором Вот На каждый Из этих Беспиноров Действует Матрица Гамма Мю То есть Реально Формулы Как бы На самом деле Эти формулы Если их развернуть Они просто Очень громоздкие Если их По-честному Записать С компонент Ну Просто Ужасающие Формулы Конечно Это все Мало свернуто Но Но важно Понимать Что на что Здесь действует Начинаешь Спрашивать И сразу Видно Что здесь Происходит В ограбжении Человек Или нет Вот Вот И давайте Отберем Еще раз Все-таки Выпишем Как бы Часть Связанная С полем W Вот Смотрите Как бы Отбираем Все Что связано С компонентами А1 А1 И А2 Матрицы Тау1 И Тау2 Это матрицы Паули Первая и вторая Их явный вид Мы выписывали Вот Они действуют Как-то На столбе С двухком Понятный Кси Этих Матриц Действуйте И домножайте На строку Кси Ответ Вот он Ответ Выписан Значит Комбинация А1 Плюс И А2 Это есть Просто Поле Дублевая Соответственно Минус И А2 Это есть Дублевая Коплиценно Сопряженная Вот ответ Давайте Смотреть Просто Какому Процессу Соответствует Вот Этого Слагаемого В лагранжане А без проблем Смотрит У вас Умирает Умирает Левый Левый Электрон У вас Как бы Умирает Дублевая Бозон Рождается Нейтрин Электрон Вот Как бы На это дело Смотрим У вас Как бы Умирает Нейтрино Рождается Дублевая Бозон И Рождается Как бы И рождается Электрон Ну то есть Как бы Это есть Процессы Перехода Нейтрино В электрон За счет Рождения И уничтожения Дублевая Бозона И так Как бы Если Мы полную Диаграмму Нарисуем То у вас Как бы Мы еще Порисуем Пустим Мион Переходит Переходит В Мионное Нейтрино Вот При этом При этом Нейтрино Электронное Переходит В электрон Это Стандартный Процесс Распада Миона Мион Распался У вас Рождается Рождается Электрон И Дополнительно Рождается Электронное Электронное Нейтрино И Допустим Антинейтрино Рождается Мионное Нейтрино И Антинейтрино Электрон Ну ладно Еще Диаграмму Нарисуем Вот Значит И там Может Будет Более Понятно Вот Значит Это Просто Часть Лагражана Слабого Взаимодействия Электронов За счет Обмена Дублевой Бозона Все Вот Кроме Того Имеется Взаимодействие Еще Естественно С третьей компонент Амю И Бмю Из них Из их Линейных Комбинаций Мы формировали Нейтральный Слабый Бозон З И Формировали Электромагнитное Поле Вот Давайте Сначала То есть Давайте Выпишем Оставшуюся Оставшуюся Часть Лагражана Вот С этого Отвечающего Поля Амю Третье И Бмю Вот Часть Лагражана Выписана Формула 121 Вот Значит Давайте Ее Немножечко Перепишем Вот Введя Константу связи Ж стильдочкой Которую Напомню Есть просто Корень Из З в квадрате Плюс Ж в квадрате Соответственно Здесь возникнут Косинусы И синусы Альфа Вот Как бы Для констант Ж и Ф И так И так Окончательно Вот Одна Константа Но зато Появились Синусы И косинус Вот Формула 122 Так Вот А теперь Выражаем Поля Амю 3 И Бмю Через З Мю И Амю Пользуемся Линейной Комбинацией Которой Мы в предыдущем Параграфе Писали И Выписываем Все Слагаемые Содержащие З Мю В Формула 123 Так Описывает Слабое Взаимодействие За счет Обмена Нейтральными З Базонами Вот Видите За счет З Базонов У нас Нейтрино В нейтрино Переходит Электрончики В электрончики Переходят То есть Электрон Рассеивается На Нейтрино За счет Обмена З Базонами Да А еще Причем Обратите Внимание Правые И левые Поля Электронные По разному Немножечко Взаимодействуют С З Базонами Константы Разные Оказываются Вот Ладно Вот Как бы На самом деле Вот Как бы Экспериментально Позднее всего Как бы Соответствующие Процессы Были получены З Базон Позже Обнаружили Чем Дублевые Базоны И соответствующие Процессы Показали Как бы И оценили Соответствующие Константы Немножечко Попозже Чем Вот Как бы Процесс Отвечающие Видите Немножечко 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 Собрать Собрать В целом Выписан На 8 строчек Но он Да Он очень Большой Получится Даже Даже С учетом Первого Поколения Здесь Ничего Не поделать Это наука Она Очень Гормозка В этом Смысле Вот А что значит Коэффициент Взаимодействия Ну Косинус 2 Альфа То есть Его можно Вынести Это будет Что тоже Заряд Как Это не Заряд Вот Ж Ж Стильдочка Умножить На Косинус Альфа Это Ну Просто Константа Описан Ну Константа Определяющая Силу Соответствующего Взаимодействия То есть Альфа На практике Должен Из-за Экспериментов Да Конечно Мы уже там С вами обсуждали Что Вот Там Как бы Альфа Мы Уже можем По сути дела Как бы Мы там Перебирали Набор экспериментов Которые Позволят Нам Определить Альфа Сейчас Еще про это Будет Вот Давайте Это Дальше Вот Значит На самом Деле Ну Вот В 73 Году Более Менее Были Открыты Дублевые Базоны Показано Это Именно Дублевые Базоны Были Подтверждены Соответствующие Процессы Вот Как бы Вот Вот Эта часть Лагранжа То есть Превращение Электронов В нейтрино И обратно За счет Как бы За счет Обмена Дублевые Базоны Вот Значит Основной Процесс Который Ну Который Позволял Такое Исследовать Ну Вот Допустим Процесс Распад Распад Меонов Ну Меон Не очень Долго Живущая Частичка Хотя По Меркам Физики Элементарных Частиц В общем Довольно Долго Живущая Частица Потому что Там Дублевой Базон Конечно Живет Неизмеримо Более Короткое Время Вот В этом Смысле Меоны В общем Достаточно Долго Живущая Частица Но Все равно Вот Процессы Распада Меонов Они Хорошо Изучены Вот Фундаментально Они Ну Вот Описываются В основном Вот Такой Вот Картинкой Вот Давайте Смотреть Как бы Итак Меон Распадается Вот так Вот Он летит При этом Рождается Электрон Вот так Вот он Вылетает Да Рождается Меонная Нейтрина Ну То есть Меон Переходит В меонная Нейтрина Вот При этом Как бы Рождается Антинейтрина Электронная Ну Электрон Вот Вот Здесь Вот Вот так Вот рисуют На самом Деле Может быть И Такой Процесс У вас С космоса Прилетела Нейтрина Электронная Вот Они Непрерывно Летят От Солнца Вот За счет Этого Меон Раз Меон Поглотив Электронная Нейтрина Как бы Излучил Электрон Вот Превратился В электрон И в Меон Нейтрина Можно Так На это Дело Смотреть То В зависимости От энергетики Действительно Может быть Процесс Что Вот Это Вот Есть Просто Процесс Поглощения Поглощения Антинейтрина Электронного А может Быть Наоборот Меон Сам Распадается С Выделением С Поглощением Нейтрина Электронного Может быть Процесс Когда Наоборот Излучается Антинейтрина Электронная В зависимости От энергетики Соответствующего Процесса Вот Так Как бы То есть В рамках Одной диаграммки Учитывается И тот И другой Процесс Они Одинаковы Просто Обратите Внимание Вот Смотрите Вот Теперь Попробуем Описать Соответствующую Диаграмму Вот Естественно Вот Эта Волнистая Для нее Пропагатор Как бы Бозоны Это Единица На массу Там Дублевого Бозона Плюс Грубо говоря Что-то Содержащее Ну там Спектр На самом деле Ну он Нелинейный С Как бы С массой Но Что-то Зависящее От Передаваемого Импульса Четыре Импульса В процессе Рассилии Так Вот Но дело в том Что Масса Неона По сравнению С массой Дублевого Бозона Она просто Очень маленькая У миона Масса 200 Масса Электрона Масса Электрона 0,5 МФ Да А масса Дублевого Бозона Как мы сейчас Увидим Это там В районе 80 Гавр Ну то есть Это Просто Три порядка Разницы Ну два Порядка Разницы Вот Значит Вот Грубо говоря Передаваемые Импульсы В процессе Перехода Из Из Миона В Мионная Нейтрина Они совершенно Мизерна Потому что Масса Миона Мизерна То есть Если вы Его специально Не разогнали До высоких А просто Следите За процессом Его распада Вот То Грубо говоря Импульсы Четыре импульса Передаваемые По этой линии Они просто Малы По сравнению С массой Дублевого Бозона И вместо Пропагатора Дублевого Бозона Можно смело Оставить Просто Массу Дублевого Бозона В знаменатель Этого Пропагатора И наплевать На передаваемые Четыре Импульса В этом смысле Вот эта Диаграмма Будет отвечать Тому Что у вас Константа Связи Взаимодействие Будет стоять Вот эта Константа Связи Ж Поделить На корень Из двух Но она За счет Пропагатора Поделится На массу Дублевого Бозона А масса Дублевого Бозона Очень большая И поэтому Эффективное Взаимодействие Отвечающие Диаграммки Первого Порядка Это будет Ж Поделить На массу Дублевой Бозон И за счет То что Масса Дублевой Бозона Большая Эффективное Взаимодействие Получается Слабо Хотя Реально Фундаментально Это взаимодействие Такое же Сильное Как Электромагнитное Потому что Константа Связи Напомню Она такого же Порядка Как Электрический Заряд Ну Тут Как бы Ж Множить на Синус Альфа Это И Синус Альфа Он на самом деле Близок Единиц То есть Он Такой 0,5 Грубо говоря На самом деле Взаимодействие Слабое Только За счет Больших Масс Дублевой Больше Не за счет Чего За счет Этого Оно Во-первых Короткодействующее А во-вторых Слабое Просто Чисто За счет Того Что Масса Возникает В знаменателе Вот Давайте Это Дело И Обсудим Итак Пропагатор Значит На самом деле В пропагаторе Ну Бозон Это Пропагатор На самом деле В пропагаторе Будет стоять Даже Масса Дублевой Бозона В квадрате Ну П В квадрате Плюс М В квадрате Стоит Значит На П В квадрате Наплевать Остается Масса В квадрате Значит Так Вот В результате На самом деле Ну Вот Часть отвечающая Ну просто Диаграммки нарисованные сверху Вот она выписана Формула 125 Значит вот видите У вас как бы Мион переходит Как бы превращается В мионное нейтрино Вот при этом Как бы Ну вот Уничтожается электронное нейтрино И рождается Электрон Вот константосвязи Вот она по сути дела эффективная Как она у вас возникла Она жутко ослаблена Массой в квадрате дублевой бозон Более того на самом деле Естественно до появления Такой фундаментальной теории Чаще всего вот этот процесс рассматривали Просто как четырехфирменное Взаимодействие Дублевая вообще не рисовали А рисовали ну просто Сам процесс это И вместо волнистой линии Ставили точечку И совершили соответствующую точечку Описывали эффективные константы Четырехфирменного взаимодействия Да? То есть Грубо говоря По историческим причинам Вот этот процесс Он очень хорошо изучен Вот это вот дело Вот эту константу Всю целиком Заменяли константой Четыре умножить на Ж Вот поделить на корень из двух Не буду говорить почему четыре И не буду говорить почему корень из двух Вот это исторически просто Сложилось Вот Значит и константа Ж Она на самом деле Хорошо была изучена И это есть просто Константа Ферн Для нее Хорошо известен Экспериментальный То есть Экспериментальный ответ Чему равна константа Ж Потому что Естественно Процесс Как бы Распада Ну его Просто хорошо изучен Он не очень Энергетичный И очень хорошо изучен Был там Еще Еще на самом деле В 60-х годах Вот Значит и так Выражаем все через константу Ж Итак Как бы Значит Ж На корень из двух Это значит Есть просто Вот это вот Маленькое Ж Константа связи Поделить на 8 Масс В Бозона В квадрате Вот Значит Давайте Попробуем Отсюда Массу В Найти Масса В Вот она Будет Ж Напомню Это Ж умножить на Синус альфа Это есть Е Значит Ж Есть просто Е Поделить на Синус альфа Мы Наверное Получаем Вот такую Форму Подставляйте Сюда Величину Е Подставляйте Сюда Величину Ж Полученную Из эксперимента Получайте Вот такой Ответ Для массы Дублевого Дублевого Бозона Так Определили Массу Дублевого Бозона Сразу Определяйте Синус альфа Все Масса З Бозона Посмотрите В предыдущем В предыдущем Масса Бозона Бозона Больше 74 Г Более того Можем сразу же Определить Вакуумное Среднее По той Простой Причине Что масса Дублевого Бозона У нас Была Вот здесь Опечатка Здесь Этто Пополам На самом деле Этто Пополам Стоит Не Этто Масса Дублевого Бозона У нас Определялась Величиной Этто Умножить На Ж Пополам Не буду Листать Далеко Назад Вот Как бы Там Когда мы Рассматривали Взаимодействие Хиггса С поля Скалибровочного Мы получали Соответствующие Соответствующие Результат Значит Этто Пополам Подставляем Сюда Дубль В Подставляем Сюда Что Ж Как бы Ж Есть Ж Умножить На Синус Альфа Есть Е Мгновенно Получаем Вообще Просто Ответ Через Констант Вот Значит Подставляем Сюда Е Значит А Напомню Работаем В системе Единиц Химисайда Поэтому Е Есть Как бы Не просто Одна Сто Тридцать Седьмая А Изменят Е В квадрате Есть Не просто Одна Сто Тридцать Седьмая Одна Сто Тридцать Седьмая Поделить На Четыре Пита Вот Значит Берете Вот Как бы Подставляете Получаете Сто Двадцать Твадцать Гавра Значит И так Как бы Это Это Пополам Вот Значит Вакуумное Среднее Мы с вами Оценили Массу Электрона Вы знаете С другой стороны Масса Электрона Это Константа А Которую мы С вами Ввели Которую Пока Не знаем Умножить К Началу Восьмидесятых Годов Получена Следующая Оценка Для Угла Альфа Синус Альфа Это 0,47 Вы Можете Можете Отсюда Альфа Вычислить И Соответственно Сосчитать Косинус Альфа И Мгновенно Тогда Получить Окончательный Ответ Для Массы Дублевой Бозона И для Массы З-бозона Вот Ответы Формулы 131 Ну и Наконец В 83 Году З-бозоны Были В прямых Экспериментах Исследованы На самом деле Дублевой Бозоны Раньше Получили Дублевой Бозон Масса Для него Экспериментальная Порядка 80 Гав Для З-бозона Масса Порядка 92 Гав Довольно Неплохо Совпадает С формулами 131 Что Вообще Говоря Несколько Даже Удивительно По той Причине Что Вы Понимаете Что Кроме Лагранжана Который Вы Выписывали Без Взаимодействия Есть Паспорт У вас Есть Давайте Иди Поднимем Бег Шутникс Про что Какие Суки Да нет Университет Опять Не надо Копию У меня Там Я Уже В университет Раз Десять И Отправлял А по той Причине Что Есть Слагаемые Описывающие Взаимодействия Поля Соответствующих Калибровочных Полей Полем То есть Мы Мы же Не всю Часть Лагранжана Выписали Мы Только Выписали Часть Лагранжана Без Дополнительных Взаимодействий С полем Хиггса Дополнительно Еще С Рождающимися Хиггсовскими Бозонами Дополнительно Еще Есть Слагаемые Взаимодействия Они Конечно Могут Несколько Поизменять Массу Всего Как Известно Взаимодействие Массу Перенормируют Несколько Точно Так же Как У вас Электроны В твердом Теле У них Конечно Масса Эффективна Она Не обязательно Совпадает С массой Затравочных Электронов Правда Виктор Вот Видно Что Члены Взаимодействия Они Не очень Сильно Перенормируют Массу Массу Соответствующих Калибровочных Бозон Что В общем Совсем Не обязательно Должно Быть так Так Вот Значит Ну Так как Книжка Писалась Давно На тот Момент Хиксовский Бозон Не был Найден Вот На настоящий Момент Фактически Одиннадцатый Год Можно считать Годом Открытия Хиксовского Бозона Вот По той Простой Причине Что Оценка Массы Хиксовского Бозона Она В общем Из Всего Массива Данных Которые Мы с вами Сейчас Нашли Она По сути Дела Невозможна По той Простой Причине Вот Смотрите Масса Хиксовского Бозона Напомню Это Есть Корень Из 2 Мю В Квадрате Вот Это Которое Мы С вами Вот Здесь Получили Это Пополам 122 Гэва Вот Это Напомню У нас Есть Просто Корень Из Мю В Квадрате Поделить На Лямбда Вот Мю В Квадрате Поделить На Лямбда Вы Знаете Но Мю В Квадрате И Лямбда По Отдельности Взять Неоткуда Ну Просто Вообще Неоткуда В этом Смысле Оценку Какой Нить Массы Хиксовского Поля Провести Достаточно Сложно Кроме Того Опять Таки Есть Слагаемое Взаимодействие Ну То Над Вакуумом Возмущения Вот Как С Лептонами Так И Так И Так И Калибровочными Полями Были Совершенно Разные Оценки По Поводу Того Как Это Может Повлиять На Реальную Массу Хиксовских Базонов На самом деле Оценки Были От Того Порядка 100 Гр До Того Что Она Вообще Может Пойти Как Бы Туда На Планковские Энергии И Тогда Никогда Хиксовские Базоны Просто Обнаружены В этом Смысле Эксперименты Вот На Паке Они Собственно Говоря Даже Не Основной Целью Ставили Открытие Хиксовского Базона Основной Целью Была Попытка Обнаружения Частиц Или Что Ни Связанного С Супер Симметриями Всевозможными Вот Но Попутно Если Хиксовский Базон Обнаружен То Прекрасно Ну На самом Деле Сейчас Можно Сказать Что Обнаружен Ивано-Хиксовский Базон И его Масса Там Сто Двадцать Пять С Небольшим Г Все Вот Ну И Наконец Последнее Вот Давайте И то Даже Не Последнее Вот Мы Совершенно Не Обсуждали Что У нас Еще Есть Сильное Взаимодействие Вот Которое Описывается Группа Су-3 Поэтому В В настоящий Момент Ну Вот Есть Стандартная Модель Элементарных Частиц Которые Представляют Собой Соединение Теории Вайнберга Салама Вот Уже Обсуждавшийся Выше Электрослабого Взаимодействия И Квантовой Хромодинамики Так Вот Значит Полная Калибровочная Симметрия Рассматриваемой Теории Ну Вот Есть Просто Вот Такая Еще Дополнительно Группу Су-3 Довешиваем Причем Группа Су-3 Она Довешивается Просто Как Некое Дополнение В том Смысле Что Вот Мы Видели Что Группа Су-2 И группа О-1 Но Она Перемешивает Хитрым Образом Поля Так Что Даже Группе О-1 Отвечает Не совсем Электромагнитное Поле Отвечает Более Фундаментальное Поле Более Фундаментальное Поле Вот БМЮ Вот И соответственно Сохраняющийся Заряд Сохраняющийся Слабый Гиперзаряд Вот Значит В то время Как группа Су-3 Она Довешивается Ну просто Как Дополнительная Группа И соответствующие Поля Калибровочные Связанные С ней Вот Давайте Смотреть Как бы Ну вот Фирменный Сектор Модель Как выглядит Вот Теперь у нас Кроме Лептонов Появились Естественно Кварки Вот Значит Точно так же Их объединяем Все левые Кварковые Поля Объединяются В Спинок Двокомпонентный Все правые Кварковые Поля Представляются Рассматриваются Как Изосемблитные Просто Однокомпонентные Величины Никак Под действием Группы СУ2 Не Изменяющиеся Вот Значит Ну то есть Естественно После этого Мы получим Что у нас Ну допустим Как бы Вот За счет Слабого Взаимодействия Ну допустим За счет Дублевых Базонов Электроны Могут Переходить В нейтрино А Кварки Разновидности Кварков Могут Переходить Друг В друга Ну стандартный Распад Как бы Стандартный Распад Нейтрона Это Есть Переход Просто Кварка 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 Дев Кварку И все При этом Вылетает При этом Вылетает Электрончик То есть Нейтрино Превращается В электрон Понятно Вот Все Значит Ну вот Акавариантные Производные Которые У нас Входили Надо еще Добавить Слагаемые Связанные С группой С группой СУ3 Вот Полная Кавариантная Производная Которая Входит Везде И во взаимодействие И взаимодействие Хиггсовского Поля С калибровочным Полем И во взаимодействие Лептонов С калибровочными Полями Вот Вот она Выписана В формуле С133 Вот Вот эта Добавочка Связана С группой СУ3 Где Ж А Это Соответствующие Векторные Поля Глюна Их 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 Восемь Штук Ну потому что Цвет 3 Вот Как бы Группа СУ3 Вот Она Описывает Вращение В таком Цветовом Пространстве Формально Должна быть Матрица 3 на 3 Вот Но Значит Там Одно Из Преобразований Оно Отвечает Ну просто Как бы Это Белому Преобразованию Это компонент Выпадает Поэтому На самом Деле Несмотря На то Что У Гулиона Всегда Два Цветовых Индекса Но Одно Из Преобразований Оно Грубо говоря Ничего Не меняет Такими Простыми Слова На самом Деле Немножечко Мы это Дело С вами Рассматриваем Все На самом Деле Есть Попытки Реального Объединения Все Взаимодействия В рамках Единой Калибровочной Группы Но Обязательно Включающие Симметрию Стандартной Модели В качестве Подгруппы Когда Пытаются Найти Процессы Когда Кварки Переходят В лептон И наоборот То есть Реально Перемешать Кварки С лептоном Вот здесь У нас Сейчас Отдельно Между собой Кварки Перемешиваются Отдельно Между собой Перемешиваются Лептон Вот А вот Теории Великого Объединения Они Кварки С лептоном Но Как мы С вами Уже Говорили Вот Реально Константа Связи Сильного Взаимодействия Совпадет С константой Связи Электрослабого Взаимодействия На энергиях Порядка 10-15-10-16-й ГФ Вот Поэтому Ну просто Ясно Что В обозримом Будущем Не будет Никакого Эксперимента Позволяющего Отбирать Теории Великого Объединения В этом Смысле Есть надежда Только Либо На то Что появится Что Ну Настолько Красивое Оригинальное Что будет Ясно Что Вот Это Единственный Вариант Ну это Мало Вариант Что Уже Столько Много Всего Перебирали Либо Как бы Может быть Можно будет Что-то Изъять Из Всяких Космологических Вещей Ну Это Будущее Ну и Наконец Теперь Действительно Последнее Дело В том Что Я уже Говорил Вам Что Вот Фактически Спонтанное Нарушение Симметрии Это Есть Просто Фазовый Переход То есть Вначале Вот С трюками По поводу Спонтанного Нарушения Симметрии На это Смотрели Просто Как на Математический Трюк Вот Но На самом Деле Потом Быстро Поняли Что Действительно Есть Просто Фазовый Переход Вот А Фазовый Переход Он Наступает При Некоторой Критической Температуре Вот Если Всю Схему Всю Теорию Возмущений Которую Как бы До До Некоторой Некоторой Степени Мы Рассматриваем Перевести На Конечные Температуры То есть Все Переписать На Мацубаровских Частотах Вот Значит Использовать Стандартную Мацубаровскую Формулировку Квантовой Теории Поля При Конечных Температур Что Впервые Было Сделано Кижницем Линдой То Тогда Спонтанное Нарушение Симметрии Впрямую Можно Рассматривать Как фазовый Переход И Более Того Описание Как фазового Перехода Вполне Соответствует Современным Космологическим Всевозможным Космологическим Вещам Вот Значит Смысл Простой Тогда На Вакуумное Среднее Надо Смотреть Просто Как на Параметр Порядка Мы С вами Говорили Что Написание Лагринжан Оно Полностью Соответствует Написанию Разложения Ландау Для Свободной Энергии Либо Для Плотности Термодинамического Потенциала Вот Там Просто Взаимооднозначное Соответствие Вот Где Поле Фи Просто В этом Случае Заменяется На Параметр Параметр Так Вот В данном Случае На Поле Хигса Можно Смотреть На Вакуумное Среднее Поле Хигса Можно Смотреть Как На Параметр Порядка Тогда Ясно Что Он Будет У вас Уменьшаться С увеличением Температуры И Наконец Будет Некоторая Температура При Ну И Действительно Оценки Температуры Соответствующие Проведенные Из Мацубаровского Анализа Квантовой Теории Поле Показывают Что Критическая Температура При которой Вакуумное Среднее Пропадет Она Естественно Точно Так Как Для Любых Фазовых Переходов Второго Рода Имеет Тот Ж Параметр Порядка При Нуле Температуры Ну Вот Более Аккуратные Оценки Показывают Что Здесь Дополнительно Множитель Трой Появляется А Мюв Квадрате На Лямда Напомню Корень Из Этого Дела Это И Есть Это Преумолеть Император То есть Параметр Порядка Преумолеть Император Вот Оценка Вот Говорит О том Что Это 10 Во Второй 10 Третий Г Напомню Электрон Вольт Это 10 Еще Надо Настолько Много Порядков Умножить Очень Высокие Температуры Но Такие Температуры Были После Большого Взрыва В Некоторую Очень Маленькую Долю Секунды Как Ведет Себя Параметр Порядка Вообще Говоря Он Ведет Себя Стандартным Образом Раз Есть Полная Аналогия Между Данной Теорией И Разложением Ландау Значит Параметр Порядка Будет Себя Вести Как В Обычной Теории Фазовых Переходов Второго Рода Вот Он Будет Вот Так Уменьшаться С температурой То есть Параметр Порядка Прямой Температуры Квадрат Параметр Порядка Прямой Температуры Минус Что-то От Температуры Зависящее Как Возрастающий Фонд Ну И При ТЦ Он Обратится В Ной Корневым Образом Как Исследует Из Стандартной Теории Для Фазовых Переходов Второго Рода Вот Давайте Вот Здесь Написано Масса В Квадрате И На Верхнюю Кривую Можно Смотреть Как На Массу Хиггсовского Поля Вот Смотрите При Температуре Ниже ТЦ Масса Хиггсовского Поля Отлично От Нуля Да Вот Растет Температура Максов Масса Хиггсовского Поля Обращается В Ноль А Дальше Она Снова Возрастает Напомню Вот 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 Эта Кривая И Пунктир Который Здесь Это Мю В Квадрате Коэффициент Перед Квадратом Хиггсовского Поля Вот Он Значит Вот Он Когда Был Положительный То Туда Само Мю В Квадрате И Это И Есть Масса В Квадрате Если Он Стал Отрицательный То Тогда Корень Из Два Модуля От Мю В Квадрате Есть Масса В Квадрате Да Значит Вот Он Отрицательный Стал Мю В Квадрате А Масса Все Рано Осталась Но В Точке ТЦ Масса Обращается У Хиггсовского Поля Вот Здесь Есть Как Б Три Компонента У Четыре Компонента У Хиггсовского Зарядом Плюс Один А Другое Комплексное Поле С Зарядом Ноль Ну А Здесь Одна Компонента Хиггсовского Поля Остался Хиггсовский Базон Но Надо Понимать Что У нас Все Другие Частицы Массу Приобрели За счет Взаимодействия Хиггсовским Полем И Вот Здесь У всех Остальных Частиц Есть Масса А Вот Здесь У Всех Остальных Частиц Нет Массы Она Вся Возон Получается Да Вот А Более Того Вот В этой Точке В момент Фазового Перехода Вообще Все Частицы Без Массы Все Без Массы И Значит Все Летят Со Скоростью Света И Значит Все Поля Дальнодействуют Ясно Что Это Должно И И И Реально Очень Большие Каспологические Последствия Вот И На самом Деле Ну По-видимому Здесь Уже Я Не Буду Вдаваться Подробности Такие На Переднем Крае Сейчас Пытаются Выявлять По Распределениям От Материи Излучения Как Последствия Большого Взрыва Вот Пытаются Выделять Всякие Особенности Связанные С Таким Фазовым Переходом На самом Деле В связи С попытками Великого Объединения Есть Еще Предположение Что Были При Более Высоких Температурах Еще Другие Фазовые Переходы Но Там Уже Температуры Не Сотни ГФ Опять Таки 10-15 10-16 ГФ Значит С учетом Того Что Даже Вот Это На Космологических Последствиях Трудно Вытянуть То Уже Практически Невозможно Вытянуть На Современной Стадии Сведения Из Космологии Так Что В этом Смысле Ситуация В квантовой Теории Поля Она Полностью Совпадает С тем Что Есть В физике Кондиционного Состояния И вот Спонтанное Нарушение Симметрии Это Самый Натуральный Обыденный Фазовый Переход Но Только При Температуре Совсем Другим Все Ну и на этом Как бы Закончим Ну а Примерно Тип вопросов На экзамене Он Достаточно Очевиден Вы как-нибудь Разбейтесь Вот Значит Там Кто Первую Часть Когда Вводится Что Такое Спонтанное Нарушение Симметрии Рассказывает Ну я Там Раскрою Дальше Лагранжан Какой-то Второй Часть Где Модель Вайн Баргасалана И спрошу Что Значит Лагранжане Это Что Значит Лагранжане Это Вот Ну и Наоборот Кто Будет Рассказывать Модель Вайнберга Солана Я Наоборот Буду Спрашивать А что Такое Спонтанное Нарушение Симметрии Вот А что Такое Голстовы И так И так Дальше Вот То есть Примерно Разбейте Всю Главу На На Столько Частей В зависимости От того Что Сколько У вас Будет Экзаменоваться Ну и Можно Подсказывать Друг Другу Это Не Возбраняется Тут Оценка Ставится Просто По Общему Впечатлению Которое Возникло От Процесса Рассказа Все Вопрос У нас Столько Много Констант Сязи Получалось В итоге А Что Это Такое Оно Хакеризует Степень Силу Взаимодействия Да То есть Чем больше Эта Константа Связи Тем Больше Энергии Взаимодействия Да Конечно Ну то есть Вот Допустим Для Слабого Взаимодействия Формальная Фундаментальная Константа Связи Она такая же Как Электрическая Хотя Взаимодействие Оказывается Ну там Экспериментально Слабым Но только Вследствие Того Что Бозоны Его передающие Очень массивные Только Вследствие Этого А фундаментальная Константа Связи Она Абсолютно Такая же Как Электромагнит Взаимодействие Получается Общий принцип Чем массивнее Частицы Тем Славженнее Да Конечно Как бы Это Это Да Это Общий Принцип Тяжело Толкать Меч Чем больше Не Ну Как бы Вы же Должны понимать Что Ситуация Примерно Такая Что Лептоны Легенькие Между собой Взаимодействуют За счет Бросания Домами Натурально Масса Электрона Она Меньше Массы Слабого Дублевая Бозона На сколько Порядков На 5 Там 0,5 МФ А здесь 100 ГФ На 5 Порядков Это Натурально Если бы Вы взаимодействовали Перебрасываем Друг другу Хрущевку Вы Можете С друг Другом Так Взаимодействовать Но Оно Будет Слабое Просто В силу Того Что Очень Маловероятно Что Вы Хрущевку Кинете Подписывайтесь Молодцы.